Есть такая фраза, день прожит без практик, это день прожит зря. И вот долгие годы мы осознавали эту фразу, как она вообще, почему он так говорит. И когда на мероприятиях мы рассказываем, что, друзья, почему происходят откаты, замечал ли ты и даёшь ли ты какие-то рекомендации, как людям не откатываться. То есть они теряют, я смотрю, осознанность, теряют состояние, почему так происходит. И что им делать, чтобы не скатываться на шаг назад, не засыпать, так сказать. Да, откаты бывают, и это часто, когда мы практикуем, первое, не целостно, второе, негармонично. Для того, чтобы хорошо продвигаться, мы должны знать свою внутреннюю природу. Зная, как правильно продвигаться по внутренней природе. И нужно знать яды, чтобы их обтекать. То есть чистки. Что происходит с нами во время чисток тела, психиума, и что это не проблема, а мы можем этими чистками управлять, помогать. То есть правильный путь подразумевает знание практики целостной и ядов, чисток. Если человек не знает, когда у него происходит чистка, и что это чистка. Многие, допустим, бросают заниматься дыхательными практиками, когда начинается чистка. Считая, что плохое самочувствие, эта практика его привела, нужно отменить. А на самом деле, как говорится, незадолго до победы будет искушение сдаться, и нам нужно пройти эту чистку. И вот первое, человек должен знать целостность своей внутренней природы. То есть развиваться и телесно на уровне питания, и энергетически, и мозг развивать, и сознание. Тело, энергия, мозг, сознание. И всё это должно идти от души. Мы должны в практиках телесных получать радость, приятность, в энергетических получать радость, приятность, в балансировке мозга, в медитации. Не просто сухо смотреть на точку, допустим, на стене, либо на пламени свечи, а любоваться ей, наслаждаться, кайфовать. Наше внимание как магнит должно примагнититься. И вот всё должно идти от души. И вот когда мы практикуем не от души, как говорится, да, день без практик прожит зря, а практика без удовольствия слепа. И когда мы практикуем, якобы хорошо практикуем, делаем усилия, а души тут нету, и вот и возникают откаты. Душа не может впитать. Нас питает не то, что, допустим, мы едим, а то, что мы усваиваем. И нас питает не то, что мы практикуем, а то, что мы усваиваем. А усваиваем мы как раз душой. И вот мы должны получать наслаждение от практик. И вот первый яд — это когда человек не может наслаждаться. Тогда напряжение в практике копится, 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 а потом раз — откат, противовес. Это первое. Второе – нецелостное развитие. Когда человек, допустим, медитирует, занимается энергетическими практиками, а тело закисляет нездоровой пищей. Либо, наоборот, следит за телом, следит за диетой, но не уделяет внимания медитации, либо энергетике. Либо накапливает энергетику, занимается цигун, но не уделяет внимания телу, детоксу и сознанию. Тогда ум уводит в сторону. И тут провисает тело, душа и дух, как лебедь, рак и щука в разные стороны расходятся, что перевисит. И вот два ключи безоткатного быстрого развития. Первое – целостность. Должна развиваться и тело, и душа, и дух. И второе – гармония. Мы не должны перенапрягаться в практике. Должна быть мера. Мы должны наслаждаться в практике и в наслаждении мера. То есть лучше делать всё одновременно. Нет такого, что отдельно мы занимаемся телом, отдельно сознанием, отдельно медитативными практиками. То есть это должно быть всё целостным. Нет, это может быть попеременно. Допустим, сегодня в первую половину дня, допустим, сделал одно, а там второе, третье. Либо несколько практик, пранаямой позанимались, тело ощелочилось, сделали, допустим, цигум, на щелочное тело каналы раскрыты, легче удержать энергетику без рассеивания. Оно уже на большой энергетический потенциал сели в медитацию. То есть не одна практика, которая и то, и другое, и третье, а разные могут быть три практики. И то же самое не нужно 10 для тела, 10 для энергии, 10 медитаций. Одну максимально эффективную для тела, одну максимально эффективную для энергетики и для медитации.